По словам многочисленных очевидцев происшествия, подросток из набережных Челнов решил сфотографироваться, сидя на окне седьмого этажа. Но не удержался и сорвался с подоконника. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, однако его травмы оказались несовместимы с жизнью. Лето 2015-го то и дело шокирует новостями смертельных исходов и травм, полученных в результате селфи. Парень хотел себя запечатлеть на мосту и сорвался. Девушка случайно застрелила сама себя, фотографируясь с пистолетом. 14-летняя жительница Подмосковья погибла, задев контактный провод, пытаясь сделать кадр на железнодорожной цистерне. Мода на селфи вспыхнула в 2011 году и актуальна до сих пор. Это подтверждают и продавцы специализированных магазинов, где продаются различные приспособления для самофотографирования. Моноподами сейчас, в принципе, все увлекаются. Большой спрос. Не обязательно это может быть с блютуз. Обычные тоже моноподы приобретаются. Не только, кстати, сейчас приобретаются они для смартфонов. Сейчас пошли в моду еще экшн-камеры, такие как GoPro всевозможные. То есть для них тоже берут моноподы, крепления всевозможные. То есть, ну, большой спрос. Психологи бьют тревогу. Человек, не получающий в реальной жизни необходимую долю общения, заменяет реальных друзей виртуальными, удерживая внимание новых знакомых фотографиями. Почему люди занимаются экстремальной фотосъемкой или селфи? Привлечь к себе внимание. Привлечь к себе внимание среди рефератной группы. То есть среди значимых сверстников. Повысить свою значимость, самоутвердиться в группе подростков или в группе ровесников. Это сигнал личности, что ей недостаточно внимания общества, поясняет психолог, отмечая, что количество смертельных случаев напрямую связано с тем, насколько сильно обесценена человеческая жизнь, которая оказалась приравненной к нескольким лайкам в социальной сети. Чтобы минимизировать количество трагических происшествий, на официальном сайте МВД России разместили памятку для любителей фотоэкстрима. Полицейские будут раздавать ее на уроках безопасности и правовой грамотности. Главный совет – не снимайтесь сами. Пусть вас фотографирует инструктор, скажем, по скалолазанию, дайвингу, авиа- и автошколы. Разумеется, предварительно приняв все меры безопасности. В Нижнекамске тоже есть любители экстремального селфи. Вот фрагмент переписки с одним из них. Для чего вы это делаете? Какие эмоции при этом испытываете? Просто художественные снимки. Большинство крыш открывает в данный момент из-за ремонта. И лазают посмотреть некоторые на закат и фоткаются. Ради интереса, красоты, потому что с земли такое не увидишь. А таких, кто занимается селфи, но не экстремалит, совсем нет? Лично я лазал на корабельный один. И там в одно время слишком много народу зашли. И там были большинство девушки. Вставали на край, садились и фоткались. Большинство – так называемые селфи. Но они по глупости не осознают, что опасно. Особенно подвержены увлечению селфи подростки 11-16 лет и одинокие люди. Судить о мании фотографирования можно, когда человек выкладывает в социальную сеть более 10 фотографий каждые 2 часа. Желание сделать удачное фото там, где до этого никто не бывал, полностью отключает инстинкт самосохранения. И тогда селфи перестает быть интересной игрой, превращаясь в зависимость, которую несложно определить. Повышенная восприимчивость, да, самоотверженность, так скажем. Кто бы что ни говорил, я все равно буду этим заниматься. Как бы мне ни показывали минусы моего увлечения, я, несмотря ни на что, буду этим заниматься. Тогда уж, конечно, помощь нужна. В зависимости от селфи, говорят специалисты, лечится так же, как и любая другая. Без помощи психолога тут не обойтись. А, по-моему, самый оптимальный вариант селфи – это где-нибудь на первом этаже, рядом с милым комнатным растением. Ничего необычного, зато никакой угрозы для жизни. Яна Чупахина, Максим Липин, Новости НТР. Яна Чупахина, Максим Липин, Новости НТР.